Дорогие друзья, добро пожаловать в пресс-конференцию. Мы с вами Шахриар Мамедяров и Борис Гельфанд с нами. Шахриар Мамедяров и Борис Гельфанд с нами. Шахриар Мамедяров и Борис Гельфанд стал победителем. Сейчас мы можем сказать это, потому что Александр Грифюк был победителем. Благодаря вам, Шахриар. Давайте сначала проверим. Какая была ваша позиция? Прежде всего, я ответил, что это хороший результат для меня. Потому что если я играю, то есть только возможность Шахриар Мамедяров и Борис Гельфанд с нами. Но я также понимаю, что мой оппонент мне должен победить. Потому что он имеет только возможность в следующем Гран-Пре. Он имеет минимум 30 points. Если он победит, то он получит 80, 70, 60, 60. Он получит возможность. И он будет играть, конечно. И, конечно, это было очень легко. Для меня, когда я играл на фронтах. И я начал играть нормальную фронту. Конечно, Борис играл в 65-м году. Вы говорили, что это очень легко для вас. Но если я помню, что в пресс-конференции мы были... Нет, я потерял два игры. Когда я победил с Блэком, я потерял два игры с Блэком. Конечно, это не легко. Для вас вы говорили, что это легко для победить. Нет. Но, конечно. Если вы играете на фронтах, то вы играете на фронтах. Это не нужно играть, но вы играете на фронтах. Да, я не играю. Да, я не играю. По аб pip анимировые. И я играю на абсолютном положении. Да, я играю нормальные Но темным образом он будет играть на фронтах. Но, на фронтах, он играет Ньфи39��ивlace. Да, на reduce. Т5, конечно, это хороший движок, но... Т5, это лайн, да. Во-первых, в турнире, во-вторых, 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 я смотрел карпов-гам. И он играл и меня удивил. Я смотрел этот игрок. Т5, во-вторых, карпов-гам. Может, я должен играть на 97-е? В 97-е, я думаю, в белом, конечно, нет проблем. Слотно лучше, но не много. Да, конечно, но я думаю, что это правило. Это правило, я думаю, что... Я слышал, что после бишу-д2, я думаю, что это в дро-позиций. Но я думаю, что вы играете не правило. Может, в д3-д3, бишу-д3. Вд3-д3, может, это в дро-позиций. Да, но... Вд3-д3, это в д4-позиций. Конечно, я играю без риска, но вы играете бишу-д4. И, я не знаю, это в дро-позиций. Вд3-д3, это в дро-позиций. Я думаю, что это в дро-позиций, потому что я украли паун. Может, у меня есть шансы. Но если я хочу играть на рюк-е2 и д6, то, конечно, это в дро-позиций. Да, но это в дро-позиций. Но если я играю в дро-позиций, то я могу уничтожить. Я хочу играть активные риски. Ру-б4... Сейчас я просто беру б7. И сейчас, конечно, б5-д3, это единственное движение. Но, конечно, я могу играть на д6. Д6-д3, бишу-д3, и р-е7... А5-д3, я р-е7. Это дро-позиций. Может, я должен играть, так сказать, бишу-д4 и бишу-д5. Потому что бишу-д3, бишу-д4 и бишу-д5. Но бишу-д5, может, я держу. Да, но сейчас д6, и если он играет... Ру-е6, я могу просто взять. И это, я думаю, бишу-д5. Это очень легко, потому что бишу-д6, это очень легко. И он играет на рюк-д8, конечно. И на рюк-а4, и он играет на бишу-д6. Г-5, может? Нет, я могу взять. 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 Д7. Взять. 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 Но это лучше, это было бы так, допустим. Я видел. Очай. Не знаю. Так, может наня哥. Взять на ф7, р-д7, а4, тейк,ab6, бишу-д7. Взять на бишу-д7. Бишеве не может быть. Бишеве не может быть. Да, это нормально. Бишеве 6-й только движет. И теперь, конечно, я просто беру Р6, Бишеве 4. Он не может беру Р6. Он будет победителем Р6. Я вижу его вытравление, Р6. Потому что, я думаю, что Бишеве 7-й будет хорошим движением. Бишеве 6-й будет хорошим движением. Может быть, это проблема с чеком. Бишеве 3-е2. Бишеве 6-й будет хорошим движением. Но, конечно, Р6-й будет хорошим движением. И, конечно, это хороший результат для меня сегодня. И это хорошо. Здесь вы пошли на движение, потому что это было более очевидно. Да, потому что, когда Саша сошел, он сошел. Это же самое. Когда мы играли в Казани, он был победителем. Да, да. Тотально Саша сошел в победителе. И, конечно, в победителе стратегически победителем. Но я не могу предложить победителем. Да, конечно. Конечно, победителем хорошим движением. Да, это было очень хорошо. Итак, какие вы считаете результаты? Какие вы считаете результаты? Вы счастливы, Шахлиар? Да, конечно. Да, конечно. Конечно. Во-первых, в турнире, я считаю, что я очень победителем. И я не могу показать мои лучшие игры. И я пытался... В первые 2 игры, я играл нормально. Но в 3-3 игре, я играл с Иванчук. Он был в лучшем позиции. Но он потерялся. Он дал мне возможность играть. Но после, он потерялся и потерялся. После того, я понял, что это моя возможность. Я играл и я начал играть. И я начал играть в каждом игре. Это было не очень удобное турнире, конечно. Я потерял 2 игры. И я победил 5 игры. Я играл первые 2 игры. Но после, когда мои миндеры пришли, я играл 7 результатов в игре. 5-1 и 2 игры. И это нормально. Да. Вообще, после вчерашнего игры, после того, как вы потерялись в 10-й раме, как вы чувствуете? Вчера я играл как в Ташкенте. Когда я играл в игре против Ванха, я играл очень плохие игры. Я играл, я просто хочу менять в игре. И я менялся в игре. И я менялся в игре. И я потерял. Это же самое, как я играл в игре. Я потерял очень легко. Я не знаю. Я думаю, что у игроков достаточно. Да. Если я потерял в игре, это хорошая возможность. Но опять, я потерял очень легко. Конечно, это было очень плохо. Но это нормально. Когда вы победите 5 игры, вы потеряли 2 игры. Это нормально. И, Борис, как ты можешь сказать? Ты начинал не так хорошо, но в конце ты успешил как ты успешил все твои силы. Как ты успешил это? Как ты успешил это сделать? В последнее время? Ну, основной результат для этого турнира для меня я не смогла скучиться. Я не коллапсировал. Потому что, после такого начала, все может происходить. когда ты успешил в игре. Да, это слишком много. Нет, я не забыл о том, что время с Гири. Я просто забыл о том, что о том, что я уже старый игрок. Люди думают, что это уменьшит твои силы. Я не думаю, но, конечно, все эти jet lags и все это надо быть более серьезным. Я приехал три дня earlier, но это не было достаточно. На втором половине я тоже не потерял с Хау. Я тоже победил. В самом деле, я мог бы победить с Леком. Окей, позиция была дрона, но он ошибся и не заметил. Да? Я могла понять. Би-шоп-бенгейт? Би-шоп-бенгейт? Нет, но я могла быть очень хорошим. Может быть, я не знаю дрона для того момента. Это очень сложно для него. Итак, втором половине я также уменьшил. Но основной после того, после того, что началось, можно коллапсировать. Да, я не коллапсировал. Вот так. Как ты возвращаешься? Может быть, например, для молодых игроков, это коллапсирование. Может быть, это моя миссия, да? Но, конечно, я должен возвращаться и попробовать хорошо в World Cup. И как вы играете? Я играл, конечно, в World Cup. Я очень крепкий. Сейчас я расслабился. Я играл 90 игроков в последние 43 дня. 90 игроков. Я играл 25 игроков. не знаю, 60 игроков. Я тоже играл. Но я играл на 90 игроков. Это не легко. И все. все. И конечно, я хочу сказать большое спасибо за мои друзья, за мою менеджеру. Рустам был здесь и очень спасибо за мою семью. И спасибо за мою лучшую фану. Он из из Ирона. Его зовут Ирона. Он очень хороший человек. Он помогает мне и мне помогает. Это очень хорошо. Он мне 15 эмилей. Это очень хорошо. Спасибо, Ирона. Борис, какие фанаты тоже пишут? Конечно, некоторые друзья пишут каждый день. Моя семья пишут, хорошие друзья каждый день. Конечно, когда вы победите, это много. Не потому что люди не поддерживают. не хорошо, но знают, что это лучше. Это сложно сказать. Один должен ходить 自身. но я знаю, что многие говорят за меня и я очень счастлив. спасибо. за все ваши комментарии, и я желаю счастья в следующем турнице. спасибо.